Всем привет! С вами Диман Альфардовый Барыга. Вы, наверное, соскучились по такому веселому типу, как я. Но я вас опять буду радовать, радовать новым поступлением автомобилей. У нас раз, два, а нет, этот нет, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь японских автомобилей, два немецких продажи. Давайте по порядку. Значит, у нас первый автомобиль Toyota Wildfire, это декабрь, одиннадцатый год, комплектация V, это уже рестайлинг, но год одиннадцатый. Рестайлинг пошел, если не ошибаюсь, ноября, это один из первых. Давайте ее выгоним. Чтобы повнимательнее посмотреть. Ну и заодно все машины, как всегда, будем заводить, пробовать, смотреть, что у них все нормально. Экспертам по фотографиям, чтобы было спокойно, уютно. Давайте внешне его сначала осмотрим. Ну, на бампере есть жизненные коцки, какие-то по низней части в основном. Здесь все ровно, крыша, наверное, нормально, смотрите сами, мне не видно просто. Так. Это у нас что это? А, это у нас грязь немножко. На заднем бампере прижимались к какому-то столбику, чуть-чуть вздыблилась. Здесь тоже жизненные коцки. Там тоже не вижу, смотрите. И здесь все хорошо, нормально. Резина у нас размер. Я даже не вижу летняя резина. Она пришла из Японии. Здесь освещение получше. Давайте здесь попробуем размер найти. 215 на 60 на 17. Японская резина. Протектор отличный. По комплектации. Я уже сказал, это комплектация V. Она компромиссная между высокой комплектацией и низкой. Здесь есть очень много фишек интересных. И она бывает с диваном, и с капитанами. Вы все просите диваны. Вот вам диван. Диван, и третий ряд, понимаете, как обычно. И у этой машины доп. комплектация это люки. Здесь все стандартное для рестайла. Кнопка включения экономичного режима ионизатор тойотовский. Здесь все стандартно. Ну и в отличие от слабых комплектаций, здесь есть режим работы складывания зеркал. В комплектации V у нас присутствуют такие вещи, как хромовые всякие накладки, деревянные, вот ставки хорошего цвета. Причем я хочу заметить, что в рестайле этот цвет гораздо приятнее. В дорестайле он более красный. Здесь более строгий. И создает впечатление, как это, максимум люксовости. Я не знаю, как это назвать еще. Вот так это выглядит. Сиденье пассажира. Ну, тут стандартно зонный климат. И еще у нас сиденье водителя с электрическим управлением и с памятью. И сейчас я вам покажу, что у нас с сиденьем пассажира переднего. Проверим заодно, как закрывается электродверь. Все прекрасно. А, как работает двигатель, слушаем. Все, экспертам все будет понятно сразу. Так, здесь у нас сиденье водителя, как это, пассажиры-водители для левой рукой машины. Сиденье переднего пассажира. Оно тоже с электроприводом, оно без памяти. Но у нас здесь есть еще такая фишка, как электрическая атаманка. Вообще, вещь понтовая, мне кажется. Просто даже не столько функционально, сколько круто это выглядит. Так, работа электродвери левой. С этого ракурса диван у нас не изменился. Он все такой же. А, работу люка не посмотрели. Давайте работу люка. Передний люк у нас всегда механический. Он просто нажимается, открывается, закрывается. Шторка убирается. Работа панорамного люка. Нажал. Все закрывается. И проверим, как закрывается. Все, шторку тоже задвинем для порядка. Все у нас прекрасно, шикарно работает. Дверь закрывается. И присасывается все. Зазоры ровненькие. Все прекрасно. Так, что мы этот автомобиль... Давайте поставим обратно, чтобы не мешать, если что, проезду. Кстати, магнитола с картой. Она полностью рабочая. Я подключил блютуз, все работает, проверил, музыка качает. В комплектации V очень неплохая музыка. В отличие от слабой комплектации, здесь вот такой подлокотник. А, его можно вот так открывать. И там еще у нас дополнительная ниша. В слабой комплектации здесь вот такая вот поднимающаяся штука с подстаканниками. Так, задняя камера у нас работает. Все. На этом эту машину глушим. И переходим к следующей. Следующей у нас Tesla. Шучу! Зачем нам Tesla? Tesla просто тут обитает. Так. У нас абхазский Альфард. Это он не продается. Он у нас для служебных нужд, как говорится. Кстати, по Абхазии. Мы заново возобновили привоз машин на Абхазию. Это не реклама для граждан России. Почему? Потому что для граждан России лавочка закрыта с абхазским учетом. Я как разберусь немножко с телеграммом. Я сделаю там сейчас эту тоже группу, канал, как это называется, где я буду публиковать машины, которые будут приходить на Абхазию. На Абхазию это, если мы говорим про абхазский учет, это только для граждан Абхазии. Если очень хочется, то, конечно, можно и на Россию вывезти. Но это не все так просто, как было раньше. Я не рекомендую этого делать. Забудьте про абхазский учет. И второй положительный момент этих машин, которые будут приходить на Абхазию. Если она вам понравится, ее можно перевывести и растаможить на Россию. То есть вы можете смотреть эти машины, которые из Японии у меня едут на Абхазию. И если эта машина вам зайдет по фотографиям, по видео, если они будут, то мы эту машину сможем вывезти, растаможить на Россию. И вы идете в ГИБДД РФ и получаете свидетельство о регистрации и катаетесь уже. Ну, естественно, будет уплачиваться полная таможенная пошлина. Никаких левых схем, никаких кривых схем. Если вам обещают растаможить машину за какие-то там 300-400-500 тысяч рублей с двигателем 2.4, не верьте, вас обманут. Все, мы уплачиваем только полную таможенную пошлину. Поэтому скоро будет, на канале информация об этом будет. Машины из Японии, ну, у меня через Сочи на Абхазию. И если она вам нравится, мы ее просто таможим на Россию, когда она приходит в Сочи. Но эти машины можно будет смотреть не в Москве. Их можно смотреть будет только в Сочи, в Абхазии. Вот. Либо заочное фото, видео и так далее. Так, все, об этом сказал. Дальше. У нас Honda Illusion. Белый цвет, передний привод. Забыл, та машина тоже переднеприводная. Это у нас передний привод, 12-й год. Комплектация супер. Illusion вырвали, как украли, как говорится. Сейчас я вам покажу, потому что тут лучше показать, чем говорить. Тут знающие люди уже сразу увидят кожу и скажут, ааа, какой это жирный жир. Вот, сейчас я вам покажу, откуда раки зимуют. Посмотрите, какая приборная панель. Опа. Тут что-то есть с зеркалом тоже. Какой бешеный японец, что-то понадел. Вообще непонятно. Сейчас будем разбираться. Ребята, я эту машину тоже вижу в первый раз. Она пришла без меня. Сейчас мы будем посмотреть, что с ней, как ее есть, как ее юзать и так далее. Смотрим. А, давайте сначала, как всегда, мы посмотрим снаружи. По низу есть небольшие жизненные коцки на пластиковых накладках, на дверях. По бамперу... По бамперу тоже есть какие-то царапинки. Здесь пониже, крышу вижу, вижу, что с ней все хорошо. Здесь вмятина. Ее не делали, потому что, наверное, лучше не делать, чем красить, чтобы потом отвечать, почему она крашена. Посмотрите, какой выхлоп смастерил японец. И мы получили из БКТС и ПТС на эту машину. То есть, все узаконено. Давайте в салон. Комплектация жир и, как я уже сказал, кожа. И эта кожа еще, как говорится, старой закалки. Она толстая, приятная. Сейчас уже она более похожа на дермантин на свежих машинах. Не знаю, вот не такая она сейчас идет, как раньше. У нас есть подогрев сидений на японском автомобиле. Ребята, подогрев сидений. Обалдеть. Здесь были шторки. Здесь у нас всегда космическая для Хонды эргономика. Но она спорная. Но есть вот такая фигня, как, допустим, если у вас паркинг стоит, вы не видите вот здесь клавиши. Но вот у них такой просчет есть у Хонды. Ну, это не очень важно. Но, конечно, бывают такие вещи. Но зато здесь, ребята, это просто космический корабль. И у нас тут зеркало какое-то тюниное. Сидушка водителя, она с признаками использования. Но вы посмотрите, в каком состоянии. И пассажирские сидения. Просто вообще бомба. Все блестит. Сейчас можно закрыть дверь. Уйти от посторонних звуков. Вот это так выглядит. У нас тут тишина. А как работает двигатель, даже и не слышно. Просто... Ребята, я бы обратил внимание на этот автомобиль. И стоит он дешевле, чем Вольфард. И цены, цены, цены. Вы сейчас опять будете спрашивать. Под видео будет ссылка на телеграм-канал. Там цены актуальные на все автомобили в наличии. Переходите туда и видите цены на любой из этих автомобилей. Они могут меняться. Но в телеграм-канале они всегда актуальны. Любой автомобиль, который здесь стоит, всегда в телеграм-канале. И всегда с актуальной ценой. Откроем еще здесь. Давайте посмотрим. А, у нас еще в комплекте рейлинги. Вот так. Забыл я про них даже. Ковры, посмотрите. Они новые. Кто хочет вариант автомобиля подешевле, немного, чем Альфард. Но я бы сказал, ни грамма не хуже. Кстати, у нас, я еще заметил, есть там потолочный телевизор. Велком автомобиль. В наличии с ПТС можно брать, забирать, кататься, ставить на учет. Вот, помогаем с постановки на учет. Многие беспокоятся. Ой, как мы поставим на учет. Ребята, если у вас есть такие страхи, мы сопровождаем вас. Рядом есть торговый центр «Коламбус». И в нем есть МФЦ. За полчаса машины залетают на учет. Без всяких проблем. Все легально. Многие уже воспользовались этой услугой у нас. И все довольны. Подстаканчик, кстати, это тюнинг. Прощаемся с этой машиной. Глушим. И идем, смотрим, что у нас за королевские минивены есть дальше. Так, это у нас Toyota Vellfire. 14-й год. Передний привод. Комплектация Golden Ice 2, наверное. Да. Правильно сказал. Это у нас рестайлинг. Это у нас жир. Давайте посмотрим его поближе. Так, что-то не нажал. Ага. Сел. Все, машина села. Ну, я с этим ничего поделать не могу. Сейчас какие-то узкозарядные искать. Аккумулятор, видимо, нужно либо подзарядить, либо поменять. Давайте посмотрим на него, не выгоняя. Тут это, королевский эффект. Король появился. Все в шоке и не готовы к просмотру. Так. Здесь все ровно. Зазорчики. Крыши не вижу. Комплектация с люками. С левой стороны. Тоже все норм. Аккумулятор должно хватить открыть-закрыть двери. На пуск не хватает. Но давайте тогда, чтобы было лучше. Тут сейчас зажжем все фонари. Зажгли. У нас здесь кожа по бокам. Алькантара в середине. Очень приятный салон. Многие знают эту комплектацию. Она, конечно, всегда подороже. В телеграм-канале, говорю, есть цены. У нас здесь и хром. У нас здесь и дерево хорошее. У нас здесь и обивка хорошая. У нас здесь опции. Все, включая заднюю электродверь. Давайте здесь тоже откроем. Люки я показывал на предыдущем автомобиле. Вот здесь не будем травмировать дальше севший аккумулятор. Все в прекрасном состоянии. Здесь все так же, как в том автомобиле, который я показывал на сильной комплектации. Здесь подстаканники в таком исполнении. Ну, а, и дверные карты в этой комплектации, они тоже кожаные. Ну, скорее всего, кожзам, но приятный на ощупь. Возможно, конечно, кожа. Не знаю. Зажигалкой поджигать не буду, потому что мало ли чего случится. Все, завести эту машину не получилось. Но, если она вам интересна, мы сюда поставим новый аккумулятор. Либо подзарядим этот. Это вообще не проблема. Все, в следующий раз она будет заводиться. Это мы решим проблему. Переходим дальше. У нас два дорестайловых Вэлфайера. И оба полноприводные. Это не гибриды, просто обычный полный привод. Это десятый год, это одиннадцатый год. Давайте их смотреть по очереди. Тоже здесь завелась с трудом она. Сейчас я выгоню, посмотрю, что это за комплектация у нас. Потому что я уже путаюсь в автомобилях. Они постоянно приходят, постоянно уходят. А, судя по хром накладкам, у нас это... Ой, не защелкнуто тут у нас. Это у нас комплектация Ви тоже. Это Ви дорестайл. В комплектации Ви, кстати, вот тут тоже в дорестайле. Нестандартный бампер, нестандартные туманки. Отличие комплектации Ви такое. Она без пластикового обвеса. И вот немножко отличающаяся от других комплектаций. Сразу багажник откроем. Ага. Одна сидушка у нас сложена. Телевизор потолочный есть. Люки. Так, комплектации без люков. А, давайте внешний, внешний не показал. На черном цвете коцки сложнее искать. Они, скорее всего, есть. Но я даже не вижу их. Потому что, когда черный цвет чистый, на нем при искусственном освещении очень сложно найти какие-то царапины. Они, скорее всего, есть. Но прям вот так сейчас вам сходу пальцем я не покажу. Резина летняя. Диски 18. Послушать движок. У нас также здесь электрические сидушки с памятью. Передняя сидушка электрическая с электроприводом «Атаманки». Комплектация как раз V тоже и та была с диваном. Это с капитанскими креслами. То есть, есть комплектация V на любой вкус, как вам хочется. Так. Камера задняя. Естественно, есть. Она всегда есть. Загоняем обратно. Есть. Глушим, прощаемся. Следующий у нас V-Fire. Тоже черный, тоже полный привод. Уже 11-й год, но тоже до рестайл. Давайте посмотрим на этого зверя. Так. Зеркала, зеркала. А. Сделали. Внешний осмотр. Диски родные 18-е. Здесь у нас царапинка незначительная. Крыша. Смотрите сами, наверное, нормальная. Тоже черный цвет. Царапки, если есть по вампиру, я не вижу. Вот здесь тоже какая-то есть царапка небольшая. Тоже какая-то жизненная коцка. Но все это не убираем, чтобы вы видели, как машина пришла. Смысла там чего-то убирать и потом объяснять, почему это закрашено. Это нету, это гораздо хуже. Поэтому все машины как приходят, так мы их вам и продаем. Так. Комплектации у нас, скорее всего, Z-Platinum 2, судя по тому, что это алькантара. Это дорестайл, дерево дорестайловое, да. У нас в этой комплектации велфайеров, если идет у нас Z-Platinum 2, она всегда с капитанами, с атаманками. У нее очень приятная вот эта обивка. Это вообще моя любимая обивка. Это алькантара. Вот прям ее трогаешь, она такая мягкая прям, я не знаю. Просто песня. И в этой комплектации должен быть электрический багажник. Да, он есть. Это значит Z-Platinum 2. Сидушки тут сложены, японские рамки. Как она пришла, ничего не трогали. В продаже. Так, проверим, как работает. Левая дверь. Все ровненько открылось. Все ровненько закрылось. Давайте закроем правую дверь, посмотрим. Все прекрасно. Доводчики работают. Камера заднего вида. Давайте раз. Работает. Едем. Так, зеркало сложим, чтобы от колонны его не отломать. Едем до характерного звука. Так, так, так. А, машины сзади нету. Характерного звука не будет. Отбой. Так. Дальше у нас Toyota Estima. Она была в прошлом ролике. Привезли по вашим просьбам. Это, конечно, не в укор. Но вы хотели какого-то разнообразия машин. Alphard у нас в ПТСке получают. И за неделю расходятся. Estima что-то у нас недели три уже в продаже. И просто ради интереса привезли. Быстро ажиотажа не получилось. И выставили на нее как-то цену ликвидационную без уже маржи. Она продается по себестоимости. Машина обалденная. Сейчас я кратко ее просто покажу. А в прошлом ролике вы можете ее подробнее увидеть. Это машина 4WD. 4WD подключаемость. Кнопки. Уже забыл, сказал или нет. Но 2WF, эти тоже 4WD. Так, работа электродверей. Левая. Салон, это чехлы японские. Отличить их от родной кожи сложно. Они выглядят отлично. Здесь 2.4 полный привод. Движок, коробка. Все как в Alphard. Машина просто с более низким потолком. Сзади у нас капитаны с атаманками. Ну, все стандартно. Так, бегом ее показал. Здесь куча бардачков. Говорю, если подробнее, в прошлом ролике она есть. Так, все, прощаемся. Дальше у нас есть Suzuki Solio. Это 15-й год. Эту машину мы привозили года 2 назад под клиента. Он сейчас накатался и сделал себе апгрейд. Соответственно, машина привез к нам и попросил ее реализовать. Машину мы знаем. Мы ее сами привозили. Она ровная совершенно, с минимальным пробегом. Так, здесь нужно на кнопочку нажать. Ага, опять генеральский эффект. Не могу я ее открыть. Либо у меня ключа с собой от нее нет. Наверное, ключа нету в сумке. В общем, есть с Solio 15-й год. Тоже в телеграм-канале есть подробная информация об этой машине. И вы можете ознакомиться с ней подробнее. Может, в следующий раз будет ключ. Я возьму тогда ее, открою. Ключа нету с собой. И у нас два немца, нетипичные для наших продаж. Это Volkswagen Passat, 19-й год. 2 литра дизель. Комплектация Highline. Она должна быть без ключевым доступом. Ключ у меня, скорее всего, есть. А может быть, опять нету. Наверное, нету. Значит, нету. Комплектация максимальная. Цена адекватная. В телеграм-канале машины тоже есть. И Astra 2018 года. Тоже, говорю, я, да, чтобы не соврать, я про эти автомобили не буду подробно рассказывать, потому что уже забыл, как мы с ними работали, что это за комплектации. Чтобы не соврать, лучшую информацию смотрите на телеграм-канале. Так, все. Я вам показал сегодня 9 машин. 9 машин. Приезжайте, смотрите, покупайте торговый центр Азовский, метро Севастопольское. Под видео обязательно смотрите ссылки. Там будут все, вся информация там будет о ценах, там будут фотографии, там все. Просто вам нужно тыкнуть еще под видео, открыть, если вы с телефона это делаете, и тыкнуть по ссылке. Все, с вами Диман Альфардовый Барыга. Обращаюсь с вами. И напоминаю, что машины в наличии под заказ вы можете у нас всегда, всегда найти. Так что давайте, до новых встреч, давайте красивую Хонду на последний кандер. Все, всем пока.